Это традиция. В середине мая город Одинцово встречает епископа Зарайского Константина, который возглавляет богослужение в Георгиевском соборе. Архиерейское богослужение более торжественное. Побывать на нем стремятся все прихожане. Владыки сослужили благочины Одинцовского округа, архимандрит Нестор, Одинцовские священники. За богослужением пелись сразу три хора – детской хоровой школы и молодежный хор при Гребневском храме и хор Георгиевского собора. Церковное пение – особая забота епископа Константина, стоявшего у истоков ипархиального фестиваля хоров, который он и возглавляет. В Одинцове он успевает благословить и конкурс церковных чтецов, напоминая, что если молодежь участвует в богослужении, прикасаясь к таинству Евхаристии, то делать это надо хорошо. Конкурс, он с одной стороны полезен тем, что здесь есть сравнение, а с другой стороны, оно позволяет нам как-то еще усовершенствоваться, увидеть свои возможности. В ходе конкурса почти сто его участников из всех благочинений Московской епархии в трех возрастных группах соревновались в чтении и понимании богослужебных текстов. Из Ильи Иваковы – это студенты, фляжные и девушки. В это же время в соборе начинается фестиваль церковных хоров. В жюри епископу Константину помогали регент хора духовенства Московской епархии священник Сергей Голев, профессора Академии Гнесиных Маргарита Апексимова Сергей Чуков, Павел Карпов. На сей раз свое мастерство показали 16 хоров. Исполнены церковные и светские произведения хорового искусства. Фестиваль церковных хоров проводится в четвертый раз, и уже налицо значительный рост мастерства и регентов, и хористов, ведь не все руководители и участники хоров имеют музыкальное образование. У нас вырос такой коллектив внутри храма, и приглашенные ребята из Грузии в другие храмы было нет, у нас профессионалов песок нет такого. Что, кстати, не мешает данному хору качественно звучать. Да и молодежь приобщается к вере. И именно через хор я, скажем так, прилепился к православной церкви. Вот так вот. И без хора моя жизнь станет пустой. И главное, абсолютно все участники фестиваля ставят целью не победу, не призы, а обмен опытом. Как-то объективно себя со стороны оценить тоже необходимо. Как-то мы внутри варимся, и мы как-то, мы же друг друга все любим безмерно, но мы друг с другом. А тут, когда с другими, ну, во-первых, других послушать тоже интересно, другие ведь хоры тоже растут. По окончании фестиваля епископ Константин вручил руководителям хоров дипломы участников фестиваля, отмеченные достижения молодежного хора и хора детской хоровой школы при Гребневском храме. Что касается результатов конкурса чтецов, то и здесь Одинцовцы на высоте. Среди победителей брат и сестра Смертины и Иван Егоров. Ольга Винтер, Одинцовское благочиние, телекомпания Одинцова.